Есть два способа менять судьбу. Один способ — это реагировать на ситуацию. Этот способ очень слабый, он не работает. Ну, допустим, меня увольняют с работы, я пытаюсь договориться, чтобы не увольняли. Этот способ не работает, потому что если тебя увольняют с работы, значит, на это уже есть огромная сила твоей судьбы, которая действует уже давно, и она давно рушит твои отношения с окружающими людьми и так далее. Поэтому, если человек очищает себя изнутри, из своего сердца, когда он с помощью контакта со святым человеком думает о святом человеке, кланяется ему, на кого мы настраиваемся, с тем мы связываем свою жизнь. Если мы настраиваемся на свои проблемы, думаем о них, мы с ними связываем свою жизнь и попадаем в капкан судьбы. Мы как бы не можем вырваться из этой ситуации. Но если человек думает о святом человеке, кланяется ему, он связывает себя со святостью. Через святого человека божественная сила, Господь начинает заботиться о нас. В обычной жизни Господь о нас не заботится, потому что мы живем по законам своей судьбы. Но когда человек связывает себя со святым человеком, кланяется ему, думает о нем, в этот момент первое, что происходит в сердце, происходит успокоение. Что это значит? Это значит, что те связи, которые с нами существуют, у нас с работодателем, с детьми, с мужем, с кем угодно, эти связи перестают на нашу жизнь плохо влиять. Поэтому сердце успокаивается, потому что в сердце находится источник силы человека. Все связи, все отношения с окружающими людьми на тонком плане, психическом плане существуют в нашей жизни. И мы об этом ничего не знаем, но они существуют и действуют на нас. Когда человек в молитве кланяется святому человеку, первое, что приходит в успокоение. Это значит, что вот здесь, в области нашего сердца, стало лучше. Но связи сами еще могут оставаться плохими. И через несколько часов опять на сердце наступает камень. Но если человек продолжает молитву и поклоны, то начинают меняться эти отношения. В чем это выражается? Это выражается в том, что человек начинает чувствовать, что работы с работы может и не уволят. Есть какая-то вероятность, что у меня все будет хорошо. Появляется в сердце такое чувство. Потом, если человек продолжает дальше и дальше это делать, со временем он побеждает даже отношения. Директор завода становится хорошим человеком для него. Он чувствует от него хорошее что-то идет. Он начинает вспоминать хорошие его поступки по отношению. И при взгляде, при встрече меняется взгляд. Отношения меняются. Один раз встретиться достаточно, чтобы он поменял свое мнение. Он подумает, может быть, я его уже не буду увольнять, этого человека. Представляете, как это очень мощно все действует в нашу жизнь. Но большинство людей, они ленивые в своем сердце. Они не то, что они не хотят трудиться, они просто не знают, зачем это надо. Почему человек ленивый в своем сердце? Потому что он не понимает, зачем ему это надо. В этом вся проблема. У нас нет знания. Мы не понимаем, зачем нужна вот эта молитва. Ко мне сегодня подошло несколько человеков вчера вечером и благодарили за лекции. И говорили о том, что лекции поменяли жизнь. Этого недостаточно. Этого недостаточно. Просто слушать лекции. Нужно действовать. Нужно начинать молитву. Нужно с утра заставлять себя выполнять эту практику, о которой мы говорили. Эта практика, она даст очень много внутреннего знания. У меня есть несколько... Я уже начал такие семинары давать. Я такой семинар прочитал в Киеве последний. Попробуйте найти эти лекции киевские. Есть в Киеве такой семинар. Есть в Москве. Есть в Питере. Чисто о технике молитвы. Вся лекция, обсуждение, что происходит со мной во время вот этого настроя. Это очень важно для каждого человека. Особенно в наше время. Самое главное в этой технике — это неустанно слушать голос святого человека, если у вас есть такая возможность, включать этот голос, слушать и кланяться святому человеку. Не отвлекаясь ни на что другое. Самое главное — это вспоминать святого человека и кланяться. Вспоминать и кланяться. Естественно, к вам в психику, в мысли, через сердце будет приходить много разных моментов жизни, трудностей, проблем. Надо продолжать думать о святом человеке, не зацикливаться на трудностях. Если вы сами святочились на трудностях, значит, вы хотите их решать своими силами. Это у вас не получалось до этого. Если у человека получается решать трудности в сердце, вы даже о них не вспомните. Вот, допустим, человек заразился вирусной инфекцией, но если ему в сердце хватает силы, чтобы это решить, вы даже не узнаете, что вы болеете. У вас не будет даже чувства, что вы заболели. А у организма хватает силы, он всё решил сам. Но когда не хватает силы, тогда в сердце появляется тревога. Скорее всего, я болен. Появляется тяжесть в голове, насморк, слизь и так далее. Понимаете? То есть вот здесь находится индикатор нашей судьбы. Если мы с чем-то не справляемся, значит, здесь будет тяжесть, неприязнь, ощущение, что мне что-то вот здесь, допустим, девушка думает, я не могу выйти замуж, ей тяжело. Что это значит? У неё нет своей силы, не хватает своей силы это делать. Но это не значит, что она никогда не выйдет замуж. Просто начинаем кланяться святому человеку, начинаем молитву, и всё меняется в жизни. Вот здесь тяжесть проходит уже через 15 минут этой практики. Представьте, что если вы в день по часу будете это делать, сколько вам нужно дней, чтобы замуж выйти? То есть, я серьёзно говорю, у некоторых не такая тяжёлая карма, просто чуть-чуть потрудились, и всё меняется в жизни. Чуть-чуть только потрудились, это не такое длительное время. У меня были такие ситуации в жизни, что мне приходилось по 8 часов в день такую молитву совершать, и камень всё равно возвращался на следующий день, потом опять 8 часов в день, потом опять, и так целых 3-4 недели, и потом всё равно судьба отступает. Ей некуда деваться, она всё равно отступает. Если человек верит в этот метод, нет такой силы, которая бы могла подбедить силу Духа, силы нашей воли. Больше того, эта молитва, она открывает объём работы. Вот, допустим, человек живёт себе и живёт, но если он по утрам молится, у него реально появляется возможность в сердце понять, болеет он или нет. Допустим, некоторые не знают, есть ли у меня опухоль какая-то. Бегают по всяким УЗИ там и так далее. Просто по утрам совершайте эту практику, и у вас чётко в сердце будет известно, болею я или нет. Может быть, я не болею ничем тяжёлым, и в сердце будет известно. Или лучше иди, обследуйся. Бог не говорит, не пугает человека, пугают только Духи. Чаще всего по ночам. Ой, мне вещий сон был, Олег Геннадьевич, я умираю. Это Духи так действуют. Но если Бог подсказывает, Он это делает спокойно. Он из сердца подсказывает спокойно, без всяких эмоций. Иди, обследуйся. И с такой верой хочется пойти и обследоваться. Это очень важно знать, что эта техника есть. Это не моя выдумка. Это совет всех священных писаний. Связать свою жизнь со святостью. Кланяться, служить святости. Спасибо. Спасибо.